Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас мукбанг. Мама поменяла мне стул на табуретку, причем на сломанную. Зачем она это делает, я не поняла. Для контента. Мама говорит, эта хорошая табуретка нам понадобится на кухне, потому что там мы сидим чаще. А здесь ты сидишь всего 15 минут. Ничего страшного, посидишь на сломанной табуретке. Я вам серьезно говорю, она сломана. Вот так вот. Короче, снимаем видео в спартанских условиях. Кстати, моя хорошая, в инстаграме тоже спросила у вас. Если, возможно, меня смотрят из боку и кто-то знает, где можно купить задний план, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто обыскала везде или лучше. Отправьте мне в инстаграм страничку, где можно купить задний план. Или как можно его поменять. Может мне здесь это карниз повесить. В общем, что-то надо придумать. Меня самой тоже очень сильно раздражают вот эти вот пятна, которые появились. Хотя раньше их не было. Откуда они появились, я сама даже не знаю. Либо надо просто поменять обои. Я маме предлагаю лучше всего просто поменять обои на какие-то однотонные. И все, не заморачиваться. Мама говорит, что обои это один цвет, но надо постоянно менять, чтобы было разнообразие. А сегодня у нас с вами рубленые котлеты с сыром. Еще здесь у нас маслины, оливки, огурчик. Пока я тащила все, Твикс, мой котик, украл почти 7 оливок. 7-8. Ведь было очень много. Мне не жалко. Я могу ему дать оливки. Просто врач не рекомендует. А Твикс только-только восстановился. Кстати, кто спрашивал, у него уже все хорошо со здоровьем. Ну как хорошо? Относительно хорошо. Вроде лапка прошла. Кормлю только тем кормом, который порекомендовал мне врач. Вроде как с ним все хорошо. Увидела видео. Одна медклиника опубликовала, как от кошечки отказались из-за того, что она заболела. Реально. Сердце крови обливается. Когда видишь такие вещи. Вот, например, мой пример. Вы видели, в каком состоянии был мой кот. Мне абсолютно все говорили, что нет смысла бороться. Он не выживет. Ну, как видите, сейчас, уже где-то неделю, он абсолютно здоров. Прекрасно себя чувствует. Ходит без воронки. У него было внутреннее кровотечение. У него было просто куча диагнозов. Ну, все возможно вылечить, если есть желание. И самое главное есть вера. Я вообще в этом плане не очень морально сильный человек. Но я пыталась сделать все, что я могу. Я просто, когда вижу таких животных, от которых отказываются из-за каких-то малейших заболеваний, мне становится жалко животных. Я считаю, что, во-первых, не надо брать с улицы домашнее животное. Если вы уже взяли, берите ответственность до конца. Это не игрушка, которую вы взяли там в супермаркете. Надоело. Не нравится, выбросили. Сейчас у него все отлично, но у него хроническое заболевание время от времени. Заболевание будет обостряться. Он иногда выходит на балкон и немножко лежит на кафеле. Врач сказал, что ни в коем случае нельзя. То есть я стараюсь его беречь. Аппетит замечательная. Играет, бегает, прыгает. В общем, все отлично. Сегодня сделала вот такой необычный макияж. Не судите строго. Я знаю, что не супер получилось. Но я решила для разнообразия что-то такое сделать. Вообще, я обожаю процесс нанесения макияжа, честно. Если бы я умела бы, я бы просто с удовольствием занималась по визажам. Красила бы людей, красила бы себя. Но, к сожалению, несмотря на то, что я умею хорошо рисовать, вы знаете, по-моему, бумажному каналу, несмотря на этот момент, у себя на лице я не могу ничего сделать такое. Стрелки рисую, и то кривые получаются. Хотя вот многие пишут, что надо набить руку. Я одно время каждый день рисовала стрелки на протяжении года. И все равно они у меня не получались идеальными. Ну, мне вообще вот это вот все бьюти очень близко. Некоторые там пишут, если бы не было ютюба, чем бы ты занималась? Куча просто интересных профессий. Кстати, совсем забыла вам сказать. Ссылочку на этот тортик я вам обязательно оставлю. Девушка печет офигенные просто торты. Сверху здесь инжир. Я вам в инстаграме подробно показывала приятные доступные цены, натуральные ингредиенты. И дизайн такой, какой вы не найдете в обычных супермаркетах. Здесь вот малина свежая. Очень крутые. Я вам ссылочку обязательно оставлю. просто отпадные тортики с малиной, вообще с кислинкой. Прямо как я люблю. Я вообще больше люблю тортики именно из блинов. потому что они бывают не сильно придано-сладкими. О чем мы говорили? Совсем забыла. В общем, сегодня утром проснулась, ребят, не к столу, опять же. Просто, когда я рассказываю про свои какие-то проблемы, в комментариях куча решений бывает. люди делятся каким-то своим опытом. Ну, в общем, у меня опять сыпь на лице. Прикиньте, я год пила раку там, потом у меня год лицо было в хорошем состоянии, и сейчас опять. Причем сыпь на лице, это, по идее, мелочь. Это временно пройдет и так далее. Ну, у меня очень чувствительная кожа. У меня появляются шрамы. Такие небольшие, правда, но вот этих шрамов очень сложно избавиться. Эти агрессивные пилинги нужно делать. Это не факт, что получится. У нас на работе была девушка, у которой была кожа в очень плохом состоянии, на самом деле, из-за постакна. Я ничего только не делала. На какие процедуры только не ходила, но ничего не справлялась. Микронидлинг, или как это называется, когда вот иголками вкалывают ваше лицо, все лицо, просто в ранах. Это, конечно, нечто. Вот девушки, на какие только жертвы не идут, чтобы выглядеть лучше. А мужчинам хоть бы что. то есть мужчины думают, нормально я выгляжу. Конечно, надо принимать себя такой, какая ты есть. но нам, девочкам, всегда хочется выглядеть лучше. очень вкусно. Реально очень вкусные котлеты. я их готовила мама. А мама, когда готовит, всегда добавляет очень много сыра. Не важно, что она готовит, всегда много сыра. Поэтому получается особенно вкусно. короче, в срочном порядке что-то нужно делать с кожей. Либо менять свой уход, либо еще что-то. но опять заново пить ракутан я не собираюсь, потому что он очень, очень вредный. Но кожа становится, девочки, просто идеальна. Никогда в жизни не было такой кожи, как когда я пила ракутан. И дело тут не в сыпи. Просто тон лица становится однотонным. Ты вот без тоналки выгляжешь, как будто ты с тоналкой. Такое ощущение, как будто ты отфотошопила лицо. Даже синяки под глазами кажутся незаметными. Там, не знаю, на носу ни одной точки не было. Но, возможно, было. Они были очень незаметны. Я впервые видела такой чудодейственный препарат. Просто идеальное лицо. Просто идеальное лицо. Но, опять же, врачи не просто так не берут на себя ответственность и не прописывают этот препарат. Потому что он невероятно сильнодействующий. Рафаэлка. Давайте еще одну котлетку. без лука. Я не люблю котлеты с луком. Если хотите, мы можем снять для вас рецепт. У мамы уже два видео готовых, которые нужно смонтировать. Все ей никак. Еще плюс на бумажном канале делала коллекцию Хэллоуина. А Хэллоуин был вчера. Мне надо побыстрее закончить эту коллекцию, уже опубликовать. А все, знаете, почему? Потому что я делаю все медленно. Например, я целый час красилась. Я реально потратила час и 20 минут на макияж и на вот эти рожки. Что я делаю? Я ставлю своего любимого блогера. Потихоньку слушаю ее. И вот так вот кистью начинаю краситься. Хотя это надо сделать быстро. В меня уже больше не лезет. Давайте еще немножко блинного торта. Какой нежный. Какой нежный крем. Ссылочку я вам оставила. Обязательно переходите. На этом все, мои хорошие. Я наелась. Было реально очень вкусно. А в свою очередь не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка Эмили. Пока.